Костя, хоть ты ей скажи! Прозуми, Ларита! Делай урок, хотя, пожалуйста, чтобы она поняла, что это Анна ее предала. Продолжение следует... 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 Так, просмотр элементов управления. У меня почему-то сменилась зона контроля. Как-то странновато это все дело. Надо будет сейчас разобраться. Так, тебя я отрубил, тебя я поменял местами. Дайте секундочку, как-то это все идет странно. Во, все, заработало. Прекрасно. Все, заработало, все как мне надо. Все, вроде как заработало, надеюсь. Так, подожди, туда нажимаю. Так, походу, видимо, у меня на каждый USB вход в хабе стоит какая-то странная разная настройка для геймпада. Не спрашивайте, как это работает, я сам без понятия. Я такой, видимо, сейчас осознаю, что происходит. Так, нам куда? Нам сюда. Все, погнали. Давай, Лара. И залезаем. Нас ждет еще много работы. О, ящички. Так, куда я упал? А, тут мы уже... Да, мы тут уже с вами были. Ну ладно, не страшно. Пройдем еще раз дорожку. Не впервой. Погнали. Ну, то мы теперь знаем, что здесь есть места, где мы пролезть не можем. Это хорошо. Можно? Спасибо. Слышу волков. Ну, они, кстати, теперь уже... Рядом есть гробница испытаний. Да я знаю, что эту гробницу... Вход мне просто сам туда недоступен. Так. Грибные волки. Воют, воют. Так, идемте. В прошлый раз с вами мы исследовали здесь все по периметру. Все, что могли исследовать. Все, что могли достать. Кстати, заметьте. А тут внизу что-то еще есть. Дайте-ка я вот так спущусь, Лара. Это же грибы? Да, это грибы. Но здесь больше ничего такого особого нет. Так. А почему ты не можешь зацепиться нормально? Ой, серьезно. Вот ты не можешь просто маленький уступчик взять и зацепиться. Хотя может там скользить, конечно, как вариант. Чтобы пройти дальше, требуются широкие верхолазные следы. Ладно. То есть, получается, здесь будем спускаться. Правда, не знаю, что это за верхолазные, но... Ну, это, скорее всего, для того, чтобы можно было зацепиться ногами, скажем так. То есть, вставил, вбил и готово. Так, нам теперь туда. Редко возьмем. Стерел у нас не так много. Пусть будет. Вот еще древко. Почему-то мне кажется, что здесь есть тайник с монетами. Прямо чую это. Мне это не нравится. Так. Ну, почти добрались. Это хорошо. Так. Тут, кстати, несколько флагов, опять же, как видите. Каждый нас рез, каждый нас... Вот почему мне не дали нож сразу? Так, что тут у нас... Давай, Лара, добываем здесь все-таки. Вот опять же, еще один проход. Это вход шахты. Он закрыт. Так. А в чем разница между тем и тем? Ни в чем. О! Неожиданное открытие. Спуститесь по кабелю связи на территорию связи. Кто-то старательно зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Дайте угадаю. О! А тайники-то в большинстве лучших местах, я бы сказал бы. Слушайте, неплохо. Так, заработало. И мы продолжаем. Извиняюсь. Я почему-то отключился он, на секунду. Походу, это будет низко распроходить. Так, а это что у нас? Перья какие-то. Ладно, давайте к тайнику сначала. Вот смотрите, кто там у нас появился. А они вон там. Ну, если там полезу, он... Хотя там вроде как... Хотя там вроде как бы перекрыто все. Давай, Лара. А что там с местными проводниками, которых удалил взять? Говорят, их какие-то злые нами. Мужик и молодарь, величай. А потом, да. Еще до лавины. Ну, как не с вами быть, мальчики? Есть. Отлично. Давай, давай. Есть. Есть. Она быстро убивает, кстати. Мне это нравится. Только ты и я. Да, только ты и мой лук. Молодец. Давай. Да. Хе-хе-хе. Давай, да, Лара. Души всех. Души всех. Да, это, конечно, не цель в голову, как я планировал изначально. Ладно, но тоже сгодится. Тоже сгодится. Так. Еще пропаганда. Снова советская пропаганда. Почему советская? Почему пропаганда? Это не пропаганда. Это просто дань уважения героям. Поэтому нет ничего плохого. Вообще, кстати, ничего нет. Нам как бы туда по кабелям надо. Ну, вот здесь тоже можно пройти. Но у меня нету верхолазных стрел. Это ведь... А, это то, что, видимо, на руки надевается, так понимаю. То, что, видимо, на руки надевается. А это, получается, новый лагерь у нас, да? Можем оружие, кстати, прокачать. Давайте все прокачаем. В общем, вот эта вот кнопка, что вы можете что-то прокачать, она прямо вот стоит, стоит, стоит. Я не знаю, что с ней делать. Так. Давайте к двери подойдем. Может, сможем открыть? Да, можем. Хижина с припасами. Приобрести предметы у техники и строиться можно на завизантийский монет. Вот, для чего они нужны. Подойдите к предмету и зажмите их, чтобы совершить покупку. Спасибо. Слушай, я на твоей стороне. Я отвечал за снабжение троицы. А теперь хочу свалить отсюда. Они... Они чокнутые. Я припрятал снаряжение. Оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. Ну, он мне лично нравится. Интересный вариант. Жумар. Зажим для веревки. Позволяет быстро подниматься по веревке и удерживать Х, чтобы активировать. Находясь на веревке. Это полезная штука. Это мы помним с вами еще со времен... Яматая. Гранатомет. Бесполезная фигня. Лазерный прицел для винтовки. Увеличивает точность стрельбы и автоматически применяется ко всем винтовкам. У меня нет веревки. Костюм диверсанта. Черная майка, камуфляжные штаны и тактическое сооружение. Костюм можно... У меня и так он есть. Зачем мне он еще? Ремесленный инструмент. Улучшение, дающий доступ к дополнительному... уровню модификации оружия. Толку ноль. А вот это что-то тактический дробовик. Армейская винтовка. Я... Знаете, что пистолетный глушитель... Универсальный глушитель для пистолета, снижающий шум от выстрела, чтобы враги ничего не заметили. Автоматически добавляется для всех пистолетов. Так, я возьму жумар. Жумар. Зажим для веревки. Позволяет быстро подниматься по веревку, держать икс, чтобы активировать ходясь. Это я помню. Со времен Ямата ничего не поменялось. Так, и пистолетный глушитель возьму. Навесные приспособления. Навесные приспособления устанавливаются на оружие и меняют его характеристики. При получении приспособления оно будет установлено на подходящее оружие. Приспособления автоматически устанавливаются на любое подходящее оружие. Давайте глянем. Ну да. Так, гранатомет. Лазерный прицел для винтовки. Винтовки нет, поэтому не берем. Ремесный инструмент нет. Покупать оружие я не буду. Я вот думаю, почему Лара не хочет брать все остальное. Чтобы было так удобно. Что-то есть еще? Вроде нет. А можно с тобой поговорить? Нет? Ну ладно. Идем теперь наверх. Нам покататься надо. А, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А ты что такое? Не, это не ядерное оружие. Какой-то жуткий тип с изрезанным лицом по имени Константин толкнул речь о судьбе и какой-то штуке под названием Источник. Теперь я вообще ничего не понимаю. Другие наемники психуют и нервничают не меньше меня. Но ребята, которые давно работают на троицу, хавают эту чушь и просят добавки. Похоже на гребаную секту. Мы готовимся к нападению. На кого здесь есть люди типа затерянные во времени. То есть конкретно шкуры, кожи, железные стрелы. А мы против них с боевыми вертолетами и крупнокалиберным оружием. Я походу вообще не в той эпохе. Да ладно. Главное, что это в более современной эпохе. А остальное это фигня. Так, в общем... XXL покупочки, пожалуйста. Мило. Очень-очень мило. Тут есть, кстати, еще зоны с монетами. Я бы, конечно, побегал бы сейчас, но я думаю, мы сюда еще сможем телепортироваться несколько раз. Так что давай, Лара. Не будем терять ни секунды времени, тем более, что это время у нас так все хотят наворовать. Аккуратно. Аккуратно. Троица это тревожит. У нас были проблемы с местными. Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Ну, молодец, Лара. Я тебе глушитель купил, а теперь ты все просрала. Ну, спасибо. Ну, хотя, с другой стороны, у нас есть... О, допрос с пристрастием. Болеть будет долго, да? Лара, не тупи. Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Лара, не тупи. Она за них. Даже я это уже понимаю. Все эти близкие, родственники и люди, они все такие же. Как я говорю. Она за них. Она за троицу. Я уже это понял. Костя, хоть ты ей скажи. Разуми, Ларита. Сделай урок, хотя, пожалуйста. Чтобы она поняла, что это Анна ее предала. Пива? Я же сказал! Я же сказал! Все они одинаковые, все эти людишки. Все эти близкие, родственники и так далее. Да, Ларочка? Что? Что, удивлена? Я нет. Ничего, Лара, привыкнешь. Да, они все одинаковые. Не может быть. Ты... Ах ты, сука! Я же говорю, Лара, привыкнешь. Я предательствах хлебал за свою жизнь очень много. Ты же не могла сдаться. Не так ли? О, как запела. Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. О, как запела. Тебе нужна цель в жизни? Мы ее дадим. Да ты издеваешься. Я видела, на что способна Троица. То есть нет? Конечно нет. Пусть иди нахрен! Правильный ответ. Скажи, она. Тебя Троица завербовала до того, как ты охмурила отца. Или после. Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом. И это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его мир? Восстановить доброе имя отца? Ну да. Ты все еще так наивна. Напуганная девочка. А ты вся та же шлюха. Правильно, Лара. Довольно. Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим, Лара. Ну ладно. Подумай над твоей могилкой. Подумай, какую надпись на твоей надгробной плите ставить. Они мне колчан сохранили с сумкой. Идиоты. Могли бы хоть снять. Куртку сняли, а колчаны не сняли. Ну ладно, хоть это сохранили. Это не конец. Сволочь! Давала. Да, ваше. Да, ваше. Да. Да, ваше. Константин. Константин очень нетерпелив. Я тоже. Я вижу. Ловко. Сможешь нас вытащить? Вытащит. Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Правильно. Без меня тебе далеко не уйти. Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя, тайная секта. Они возомнили себя избранниками божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. Нечего больше сказать. Ну ладно. Просто хотел еще поговорить. Отсюда тянет свежим воздухом. Может, удастся выбраться. Давай. Ломай. Это старая советская труба. Ломается легко. Но бьет хорошо. И что ты думаешь с этим делать? Расскажу, когда придумаю. А что еще думать? Открыть двери! Осторожно. Давай, ломаем. Тем более нужно бежать. Давай, лара. Заметьте, сохранили подсумок. Такие вежевые люди. О. Канатка. Наконец-то добралась ты до меня. Канатка. Рекурсивный лук. Красота. И очко получили. И лук хороший. 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 Тут больше ничего нет на изучение. Просто реально красиво по обещанию. Хотя такой законсервированный. А, это тут дверь. Но она самозапечатанная. Красиво. Вид его за окон. Опять запечатанные двери. Так, прицельтесь. Тише. А то окрена прибежит. Значит, прицельтесь. И РТ. Так, ЛТ. Они еще то же, что и ты. То, что мы не можем им отдать. Не можете? Или не хотите? А есть разница? Да. Возможности выбора. Умно. Сработало? Сможешь выбраться? Уже делаем. Уже делаем, сладкий. Давай, Лара. Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. И что же? Яков Фрост буду тебя звать. Если разделимся. Почему мне кажется... Охрана может появиться в любую секунду. Игна... Надо выбраться. Да. Я это место давно изучаю. Ай, красота. Даже телик с бутылкой. Ну, ладно. Почитаем записи. Мы вошли в долину около суток назад. Я ожидал сопротивления и не был разочарован. Люди долины думают, что побеждают. Но чем яростнее они сражаются, тем тверже моя решимость. Если бы им было нечего защищать, они бы так не жертвовали собой. Не сопротивлялись бы пыткам настолько упорно. Они верны своим убеждениям. И за это я их уважаю. Но они оказались не на той стороне. Осталось недолго. Новый лучший мир грядет. Ну, грядет и грядет. И хорошо. Так. Есть что еще? А, кстати, в его камере есть что-нибудь полезное? А она закрыта. А, подожди, это моя камера. А его камера вот. Как это сломанное на у меня. О, вон там что-то есть. Давай. Что у нас здесь? Ну, так и есть. Пережил, видимо, гражданскую войну. Ну, судя по изображениям, это портсигар кавалериста. Значит, получается, все-таки времен Первой мировой и гражданской войны. Да. О, там уже не жилец. О, Ильич. Ты пробыл в той камере. Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука обоюд. Нет, доверие, штука наивная. Не обоюдная. Наивная. Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Здесь был трудовой лагерь. Это я все, конечно, гляну. Так, но сперва заберем все наше. Так, деталь блочного лука. Это хорошо. Что, диктофон? Итак, маски сброшены. Теперь Лара знает правду. Чувства какие-то странные. Во-первых, сожаления. О той части меня, что осталось там, в пыточной камере. Еще что-то. Я знаю, Константин считает, что я потеряла хватку. Размякла, пока жила с Крофтами. Но он ошибается. Это не мягкость. Это решимость, только другая. Ну, в общем, мягкость. Я знаю, что лорд Крофт был умен. Знаю, что его дочь хранит его тайны. Она была бы незаменимым союзником, а будет опаснейшим врагом. Только бы Константин не вздумал ее недооценивать, а то с ним бывает, что высокомерие затмевает рассудок. Ну, хотя бы они признают, что мы их всех перебьем. За это спасибо. Красные посылали заключенных в шахты. Но этого было мало. Они брали наших людей, отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. Ох, какой ужас. Те, кто вышел тогда, многое могут рассказать. На прииск не похоже. По-моему, это раскопы. Может быть, они копали везде, где видели хоть намек на ножи. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Надо идти. Здесь небезопасно. В общем, нашли статую вашего местного башка. Ясно? Не будем задерживаться. Двигаемся дальше. Самый надежный путь для побега через старое депо. А, Моя деревня в долине по ту сторону горы. Там нас не найдут. Ну, вас же нашли, красноармицы. С чего быть? Путь 2. Последний вертолет ушел. Вас поняли. Это последний груз. Там телеотоблема в рубке связи. Опять тихорить, что ли? Нет. Это женщина. Одиночка. Вооружена. Она уже натворила отдел на переезде. Она кого-нибудь привела? Возможно. После первого нападения мы подняли патрули. Если с ней кто-то был, им не уйди. Ну, побег из тюрьмы. Ты старый, доброй советской тюрьмы. Стой здесь. Я разберусь. Так. Погоди, почти готово. Обречите командный пункт и откройте ворота. Константин требует послать людей на медиплавилку, пока бури не налетела. Так. Надо сделать большой запас. Так. Никто пока меня не видит из них? Вроде пока никто. Давайте попробую сейчас вынести одному голову. Так. Отлично. Сначала те, кто наверху по периметру. Сначала те, кто на вышках. Потом бесшумное убийство. Так. Куда ты идешь? Отлично. Так. Вылупи этот гребень светла. Так. Четыре. Четверо. Четверо подохли. Это хорошо. Так. Вижу. Затем кто-то следит сбоку. Других на вышках я вроде не наблюдаю. Над нами вроде тоже пока никого нету. Изготовление стрел. Так. Вижу компьютеры. Ага. Вижу еще парочка здесь и здесь. Я постараюсь их всех как можно по-тихому вынести, чтобы проблем не было. Чем тише делаем, тем неспокойнее. лара-лара-лара. Спокойно. У нас там был просто, по-моему, какое-то улучшение. она вроде могла по две стрелы. Так. Оружие на нас напали и никто не реагирует. Ой, как хорошо-то. Ой, как хорошо-то. Попробую сейчас выманить одного. я схожу проверить. вернусь. Понял. Я случайно разломал компьютер. Я мертв. Я зелилой стали ... почи cap местность. Мне с есть. Давай, «Лара». Давай! Ну, теперь можно стрелять по полной программе. Давай! Сразу я его облутаю. А давай-ка мы сейчас кое-что сыграем. Где последний? Так тебе и надо. Хотел по-тихому, а получилось как всегда. Ну и ладно. Так, испытание. Повреждение данных. Мне это нравится. Сломаем все их данные. Так, по-моему, вышка была. Куда можно было залезть? Сюда, наверное. А, там можно было, наверное, только пропрыгать, мне кажется. Так. Да, тут можно было залезть. Давайте. Лара, давай уже нормально. Так... А где мой трупешник? Издевается просто напрочь. Так. Ну, ладно, хоть пару... О, белку видел. Так. Чего здесь только не валяется? Древки валяются. Все валяется. Все есть. Здесь есть все. Бери, не хочу. Вот еще один. Сколько здесь всех этих ноутбуков? Ну, с ума сойдешь. А, тут стекло еще вдобавок. Так, вижу еще один. Пока ломаю все по периметру. Пока внутрь не схожу, потому что мне туда внутрь-то и надо. Весь их должно быть 10, как мы видим. Скорее всего, будет где-то еще парочка впереди. Вот очко науку, кстати, получили, что хорошо. Вот видите, вон там еще. Получится прострелить сквозь решетку? Ну, давай, лар. А-а. Не получится. Ну, дома знаем, куда нам теперь идти. Так, сейчас здесь... О, что залейте. Так, походу, вот этот трупешик мне уже не добыть никак. Ну, ладно. Так. Сейчас все осмотрим. Вроде... Если не брать... А. Сказал, что этот человек стоит. Такой беспалевный. Перья. Какая птица будет делать на земле? Гнездо. Я имею в виду, если ты не страус, конечно же. Нельзя. Не зря взял. Нельзя. Не зря взял. Так. Больше нигде ничего не валяется. Контейнеры, заходы, проходы. Памятник Ленина. Ну, вроде как. Я больше нигде не наблюдаю. Так. Пусть будет еще один запас. Ладно, слезаем, Лар. О. Это что я взял? Солото? Это уже другой разговор. Так, ладно. Этого больше не делаем. Нет, это будем делать, конечно, но не здесь. Так. Никаких баз данных больше нету. О. Ана скинула маску. Наконец, мы снова воссоединились. Без нее в последние годы было сложно. В минуты слабости ее голос всегда придает мне сил. А когда Ана теряет надежду, я ее возвращаю. Однако, должен признаться, я беспокоюсь за нее. Да, ее здоровье пошатнулось, но меня беспокоит ее решимость. Боюсь, она потеряла часть себя, пока была с Крофтами. Должно быть, она так усердно притворялась влюбленной в Лорда Крофта, что влюбилась в него по-настоящему. И теперь я боюсь, что это коснулось и Лары. То есть, думаешь, что Лара влюбилась в своего отца тоже? Не переживай. Это навряд ли так. Клубилка есть. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Э-э-э-э Белищая шкурка. Ну теперь давайте. За дело. Яков Я смогла открыть внутренние ворота Беги во двор Я уже там А че бежать то Сравно всех перебили Проблем нет Почему-то я не могу кирку использовать Столб скрепления Для создания вировочного столба Станьте рядом со столбом Давайте сначала здесь хоть изучу все Так Открыть отмычка Мы же сейчас все равно не вернемся А нам уже дали все то, что нам понадобится Для вскрытия и получения все необходимого здесь О, трупный яд А, у меня и боезапас-то полный, да? Ну, спасибо О, ягодки Ягодки надо взять А где он? Я его не наблюдаю Яков, ты где? Так А, нам сюда А есть еще, куда я могу прикрепить этот столб? Больше нет Ну и поехали Я отправил патруль и категорным раскопом Сюда Сюда И сюда Ана Мне нужно туда Яков Яков Что тут у нас? Яков Рассказывай обстановку Скорей бы убраться из этого ледяного ада Яков Тогда у меня хорошие новости Пришли разведданные У дикарей У дикарей есть деревня На той стороне горы Скоро Настанет твой день Наш день Если ты не будешь больше отвлекаться Ты о чем? Ты пожалела ее Пиши Притворяется Все нормально Жизнь Крепко побила Нас обоих Но я поклялся Всегда тебя защищать Ну и кто из нас расчувствовался? Действительно Обещаю тебе В конце нам воздастся И святой источник Даст тебе жизнь Что еще важнее Жизнь в чистом безгрешном мире Ой Как это трогательно Отправь людей в эту деревню Узнай, что им известно Это слишком опасно Вот только не начинай Курить вредно, да? Все это будет неважно Когда мы достигнем цели Константин, вас ждут в тюремном блоке Это наше общее дело, сестра Помни об этом Всегда А подожди Она его сестра? А-а-а Это он, любовница или жена? Что ты делаешь? И свершится суд над людьми И обратятся неверные в прах И развеется прах тот по ветру И восстанут те, чья вера была чиста И обретут жизнь вечную Беги, я тебя найду Мы должны их найти Ищите Точно где-то здесь Главное, чтобы не нашли Главное не попасться Давай, Лара Ничего не ломайте Лара Как странно снова участвовать в операциях Я столько времени вела комфортную жизнь В доме Крофтов Здесь же нет ни капли комфорта Воздух ледяной Из еды только холодные консервы Компания, кроме Константина Отвратительная Но я сама вызвалась Я должна быть здесь Время и терпение для меня Непозволительная роскошь Мы с Константином вместе начали этот путь И я буду с ним Когда он выполнит свое предназначение А пока буду глубоко дышать Пусть воздух обжигает легкий холодом Это напоминание о том Что я еще жива Пусть оно придаст мне сил Перед финальным рывком к нашей судьбе О, она подняла самую главную смысл Русского выживания в России Дыши глубоко Так или иначе, ребят Давайте сделаем небольшой перерывчик Надеюсь, вам понравилось Сегодняшнее прохождение Лайк, комментарий, подписка на канал Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм Ссылочки все в описании Спасибо всем, кто сегодня с нами был На транс... На премьере На премьерушке И всем до скорой встречи Всем пока Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok